Я хотел спросить кого-то про себя в основном. У него такая ситуация, он смотрит, что была. Он имеет очень личную вопрос. Сейчас он испытывает сложную ситуацию, в связи с своей мамой. Она одна, и я чувствую, что я ей что-то могу дать. И я все больше и больше посвящаю этому время. Он просто отдал больше времени на эту ситуацию. Я чувствую, что я теряю себя. То есть я вообще свободу теряю, она уже начинает дарить, у меня просто не хватает энергии. Но в то же время он чувствует, что в этой ситуации, в этой отношениях он начинает потерять энергию, потерять свободу. И он не чувствует хорошо. У меня довольно много времени свободно, потому что таких особенных дел нет. В данный момент он имеет некоторое свободное время. Может быть, тоже много свободного времени. Но когда возникают вопросы, например, сюда прийти, то есть это не важно. Я уже не могу, например, поехать в Москву, потому что у меня сил не хватает бороться. Но когда он встречает ситуации, например, когда он хочет идти в Москву с вами, для него это создает какие-то трудности, потому что он физически не имеет все необходимые энергии, чтобы это сделать. по большей части вся печаль от отношений. Отношения дают и счастье, и печаль. Чем больше у вас отношений, это приносит радость, но с другой стороны это и печаль. Они вызывают у вас эмоциональные состояния разные. И хорошие эмоции, и плохие тоже. И это не так, что вы с кем-то в отношениях, что вы всегда будете с ним в хороших отношениях. Хорошие вещи происходят, а после них происходят плохие. И бывает такое, что если вы сильно к кому-то привязаны, ваша энергия слишком много ушла в эти конкретные отношения, тогда эти отношения начинают приносить вам больше печали. Но если это, например, ваша мать, она сейчас уже старая, может быть, она болеет, ей нужно, чтобы кто-то ее поддерживал, она уже сама сделать ничего не может. Это окей, хорошо, вам нужно ей помогать. Потому что она сейчас просто старая человек. Она очень многие вещи сама не может сделать. Тогда просто заботьтесь о ней. Но в то же время вам нужно не забывать о себе и заботиться о себе тоже. Потому что если вы только отдаете энергию, раздаете ее в разных отношениях, конечно, вы просто всю свою энергию растеряете на этом. А если вы энергию раздали, вот так, конечно, вы будете печали. Энергию можно отдавать, но при этом растите ее в себе тоже. Когда вы медитируете и находитесь с собой, энергия возвращается. И тогда, когда вы снова накопили энергию, вы начинаете ей делиться. Если вы кому-то испытываете чувство любви, это мать, отец или любой другой человек, вы можете этой энергией делиться. А отдавать, делиться – это очень хорошо. Но если вы отдаете с любовью, тогда это очень хорошо. Когда вы что-то делаете для других с любовью, у вас нет никаких ожиданий. Например, вот я что-то делаю сейчас для этого человека – ага, этот человек мне должен как-то ответить. То есть вы что-то с этого хотите получить? Нет. Когда вы просто отдаете, вы что-то отдаете, что-то делаете, и что бы ни произошло – все хорошо. Я хочу поделиться, у меня есть любовь, хочу поделиться, и просто это делаю. И с родителями они вам многое дали. Вы пришли сюда, от них. Они привели вас в этот мир. Через них вы пришли. И когда вы были ребенком, когда вы были маленькими, они заботились о вас. А сейчас вы в состоянии молодого человека, а они как бы дети. теперь вам нужно вернуть им это. Но очень важно, чтобы вы в этой ситуации не теряли свое, не теряли свою энергию. Вы отдаете, но при этом вы в состоянии бдительности и медитируете, и накапливаете свою энергию. Растите свою энергию. Затем эта энергия начинает делиться. Если вы думаете, что вы что-то для кого-то делаете, а энергии у вас нет, первое, значит, вам нужно ее просто накопить. Когда ваша энергия в порядке, у вас много силы, вы начинаете переполняться, тогда вы можете делиться. Тогда очень хорошо делиться. Тогда в любом случае энергия как-то хочет двигаться. И тогда уже не важно, о ком речь. Родителям также у нас еще и карма есть. И таким образом через эти вещи наша карма заканчивается. Если вам кто-то что-то сделал, вам нужно ему вернуть. Это закон кармы. Карма означает, если вам кто-то что-то сделал, какую-то помощь оказал, вам нужно вернуть ему. И в любой паре, у всех родственников есть карма. У матери с сыном или с дочерью карма. У мужа с женой. Если вы вообще находитесь в отношениях, за ними стоит карма. И вам нужно вернуть эту карму. Если им что-то нужно, и вы чувствуете, что вы можете это сделать, делайте. Карма также заканчивается, когда вы медитируете. Когда вы наедине с собой. Вы создаете, наращиваете свое пространство. Растите свою энергию. Наблюдайте за своим бессознательным. Тогда ваша карма относительно каких-либо людей, она чистится. Это так. Правильный способ быть самим собой. В первую очередь нарастить свою энергию. Переполниться любовью. Затем делиться этим. Тогда у вас что-то есть, чем вы можете поделиться. Но если вы постоянно отдаете, 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 то вы теряете себя. Теряете свою энергию. И если вы теряете свою энергию, то не важно. Тогда вы не можете сделать ничего. Очень хорошо. Делиться это очень хорошо. Это нужно делать. В этом смысле вообще отношения это хорошо. Если у вас кто-то есть. Например, муж, жена, бойфренд, дети, семья. Если кто-то есть, вы можете с ними делиться. Это проще. Если вы с незнакомцами на улице начнете чем-то делиться. Ну, то есть незнакомца могут и не принять. Они боятся. Но в семье люди будут принимать то, что вы делаете. Но в то же время в любых семейных вещах есть эмоциональные драмы. Потому что каждый член семьи от другого что-то ожидает. И не делайте никаких ожиданий. Не имейте ожиданий от ваших родственников. Соответственно, если вы не имеете ожидания относительно других членов семьи, тогда вы не обязаны подчиняться их ожиданиям. Если они нужны, если им нужна ваша помощь очень хорошо. Даже не обязательно с родителями вообще. Даже с незнакомцами. Если вы знаете, что вы нужны этому человеку, вы можете помочь. Помогать всегда очень хорошо. Но если у других по поводу вас какие-то ожидания, что вы должны делать и каким быть, тогда лучше быть в этом бодительным. Постоянно отдавать, отдавать, тогда вы просто теряете энергию. Это точно происходит. Поэтому вам просто могут быть самим собой. Растить свою энергию. И затем отдавать, делиться. Тогда будет баланс. Тогда будет хорошо. Нужно наблюдать за этим. Когда вы теряете энергию, значит, вам просто нужно быть самим собой больше. И везде, где происходит медитация. Или сатсанг. Какое-то творчество проявляется. Будьте там. Идите туда. Сейчас вы спросили, что мне делать. Я хочу поехать в Москву. Тогда вам просто нужно наблюдать. Где происходит медитация, где сатсанг. Где какое-то совместное творчество происходит. Где больше энергии. Где больше позитивной энергии. Где больше делится энергией. И когда вы имеете больше энергии, то автоматически. Может быть, что вы растеряете, вы вернете. И таким образом, то, что вы растеряли, вы начинаете возвращать в себя. Если вы хотите накопить энергию, идите туда, где происходит медитация. Делайте, конечно, самостоятельно тоже. Но если где-то происходит еще медитация, приходите туда. Идите туда. Идите туда. Идите туда. Идите туда. Там происходит состояние именно желания делиться. Творческие вещи тоже очень хороши. И если вы чувствуете, что физической энергии тело как-то меньше стало. Делайте физические упражнения специально. Есть много физических техник. И если тело вообще совсем слабое, даже не можете физическую активность сделать. Тогда просто принимайте различные позы из йоги. Йога – это очень мягкий подход. То есть это несложно делать. Различные йога-расаны. И когда вы занимаете различные позы из йоги, энергия вашего тела начинает течь. Это правильно. Для тела очень хорошо делать активные медитации. Но если вы не можете делать совсем активные медитации, тогда можно йогой. Тогда можно заниматься йогой. Просто растягивать ваше тело. Занимать позы различные. И тогда энергия тела начинает течь лучше. А это так. Другие вопросы? Может быть, у вас отношения с родственниками, какие-то сложные проблемы? Или, может быть, в паре, с бойфрендом, с подругой, сложности какие-то? У кого есть, кто в отношениях? У вас есть муж, жена, бойфренд, парень, девушка? И у вас у всех все в порядке? Никаких проблем? Если кто-то, кто в отношениях, у кого никаких проблем вообще нет. Пожалуйста, поднимите руку. Да, потому что отношения – это в том числе проблема. Основная печаль и основная проблема – это отношения. И этому нам нужно научиться, как быть в отношениях. И в то же время не привязываться. Это очень трудно. Это самое трудное. Как если бы вы должны были пройти по огню. То есть вам нужно ходить по огню, но не сжечь ноги. Это практически же невозможно. Но если вы очень осознанны, тогда вы не привязываетесь, но у вас нет ожиданий друг от друга, тогда это может быть. Тогда вы можете быть вместе и не иметь проблем. Ну, в противном случае. Большая часть, 90% проблем – это отношения. И если вы хотите, чтобы у вас не было проблем, очень просто. Ну, не идите в отношения. Нет отношения. Нет. Нет. Просто сначала наслаждайтесь своим одиночеством. И если вы знаете, как наслаждаться своим одиночеством, тогда вы будете наслаждаться своим одиночеством, можете наслаждаться и общением с другими. И в этом смысле медитация обучает, как вы наслаждаете одиночеством. И в этом смысле медитация обучает вас, как наслаждаться одиночеством. Когда вы получаете удовольствие наедине с собой, тогда вы вообще не с другими получаете. Один человек перед вами, десять человек или весь мир. Потому что вы уже знаете, как наедине с собой в одиночестве быть в радостном состоянии. Когда вы общаетесь с людьми, а потом превращаетесь к себе, будьте наедине с собой. Тогда вы можете наслаждаться и собой, и общением с другими людьми. В противном случае это очень трудно. Медитация обучает вас именно тому, как быть с людьми и в то же время не иметь проблем. Если вы понимаете, как это быть в отношениях и не иметь проблем, тогда в этом мире вообще никаких проблем больше нет для вас. И вы можете наслаждаться всем, и всеми местами, и всеми ситуациями, куда бы вы ни пошли. В противном случае отношения – это проблема. Очень трудно найти кого-то, кто в отношениях и у кого нет проблем. Пожалуйста, еще другие вопросы. Еще раз. Продолжение следует...